Здравствуйте! Меня зовут Самоленко Наталья и вы снова на канале Европлант Лайф. Как выглядит туя? Туя? Туя выглядит как туя. Что за глупый вопрос, спросите вы. И вы, конечно, окажетесь правой. Есть много различных сортов и многие из них похожи между собой. Так мы очень часто путаем между собой хозыри и литлджем, фастигиату и колумну. Но как бы сорта не были похожи, тем не менее, глядя на растения, мы видим четкие отличия. Туя от туевика, кипарисовика или микробиоты. Спутать их практически невозможно. Ведь так, а вот и нет. И таким необычным сортам западной туи будет посвящен наш сегодняшний хит-парад. Итак, начнем. Разрешите вам представить сорт, занимающий пятое место – боулинг-бол. Необычная туя, которая издали напоминает криптомерию глобоза нано. Однако сходство с японским кедром, как иногда называют криптомерию, теряется. Стоит только подойти поближе. Мистер боулинг-бол имеет правильную шаровидную форму, напоминающую шар для боулинга. Ажурная текстура и нитеподобная хвоя придает этому сорту неповторимый шарм. А зимняя окраска. Зимой это растение приобретает интересный красновато-фиолетовый оттенок. Несмотря на необычные формы, это надежный, выносливый, среднего размера сферический куст, подходящий для самых различных вариантов ландшафтного дизайна. История происхождения этого сорта довольно забавна. Его нашли на кладбище. Да-да, именно на кладбище. Кладбище называлось Лайнсвиль в штате Пенсильвания. Случилось это где-то в середине 80-х годов. На одной из той была обнаружена интересная ведьмина метла. И сорт, полученный из этой мутации, так и назвали Лайнсвиль. Однако, когда стали регистрировать сорт, то решили, что растение, носящее имя кладбище, вряд ли будет пользоваться большим успехом. И Лайнсвиль получил более звучное и красивое название. Мистер Боулинг Боу. Четвертое место в нашем необычном хит-параде мы отдали сорту Тедди. Не знаю почему, но у меня этот сорт ассоциируется с мишками Гамми. Помните, был такой мультсериал? Какое-то сходство определенно есть. Только Гамми американского производства, а Тедди немецкого. Нашла упоминание, что сорт произошел от семени западной Туи Кобальт. Как-то так получилось, что Кобальт малоизвестный и непопулярный сорт. А вот Тедди известен почти каждому садоводу. В 10-летнем возрасте Тедди достигает 30-50 сантиметров. Его тонкие побеги покрыты игловидными листьями или по-другому хвоей. Напомню, что хвоя – это та же самая листовая пластинка, только несколько видоизмененных. У взрослых экземпляров побеги попадаются с чешувидными хвоинками. Вид достаточно необычный. Однако в моем личном рейтинге трудновыращиваемых сортов Тедди занимает первое место, так как в нашем регионе этот сорт за зимний период разваливается и подпревает. Его, конечно, можно сохранить, если строить домик или поставить горшок сверху. Но мне кажется, что овчинка выделки не стоит. Третье место. По общему согласию мы отдали «Голден Тафет». Помню, когда в первый раз я увидела эту тую. Я решила, что в питомнике ошиблись. И передо мной не западная туя, а кто-то из семейства вересковых. И действительно, признать в ней гигантскую тую очень сложно. Это карликовый сорт, переводится как «золотой пуф». Сходство определенно есть. Я бы сказала, стопроцентное попадание. Хвоя, находящаяся ближе к центру, имеет светло-зеленую салатовую окраску. Далее она сочно-желтая. А молодой прирост имеет нежный абрикосовый оттенок. Очень интересна зимняя окраска «Голден Тафет». Стандартная бронзовая зимняя окраска при наложении на желтый цвет приобретает оранжевый оттенок. Создается впечатление светящейся мантии вокруг зеленой хвои. «Голден Тафет» идеально подойдет для ракариев и маленьких садов. По зимостойкости к этому сорту претензий нет. Не уличен он и выпривание. Второе место нашего коротенького хит-парада заслуженно занимает «Филиформис». Мы этот сорт называем «взрыв на макаронной фабрике». А что, какое-то сходство со знаменитой прической 80-х определенно есть. Мне этот сорт очень нравится. Но консерваторы, приверженцы классического стиля, стараются не замечать «Филиформис». Им кажется, что только сорта с правильными очертаниями достойны украшать наши сады. Спорить с ними не буду. Все равно каждый останется при своем мнении. Но мне такая хулиганская туя нравится. Разные возникают ассоциации при взгляде на этот сорт. Иногда кажется, что это забавный сток сена. Или отважный пес-командор. Или валийские овцы. А может, это таинственная раса разумных растений, посетивших нашу планету? Все зависит от вашей фантазии и формы туя. Понятно, что «Филиформис» с трудом впишется в правильный регулярный сад. А вот в скальном саду или у водоемов в сочетании с другими плакучими формами, почему нет? Тем более, что сорт не доставит вам никаких трудностей и проблем. Ну и первое место. Поистине самый необычный сорт туи, который мне когда-либо попадался. Это Саграда. Так же, как и с Голден Таффет, я очень долго сомневалась, что передо мной туя. Казалось, что это кипарисовик. Но мне посчастливилось пообщаться с автором этого сорта, который заверил меня, что я ошибаюсь. И передо мной самая, что ни на есть западная туя. Сомневаться в словах голландского селекционера не приходится. Посмотрите, какая она красавица. А как точно выбрано название для сорта? Саграда Туя и Саграда Собор. Какой в итоге будет этот сорт? Я не знаю. Сорт еще очень молодой. А каким в итоге же будет Саграда Фамилия? Кто знает. Какая динамика роста у туи Саграды? Не знаю. Пока что не более двух сантиметров в год. Но все возможно. Вы ведь тоже не знаете, с какой скоростью в ближайшее десятилетие будет строиться Саград. У этих Саград очень много общего. Скорость роста, необычные формы, завораживающий вид. Что касается поведения этой туи в нашем климате, я наблюдаю этот сорт не так долго. Около четырех лет. И пока ничего плохого сказать не могу. Но также вынуждена признать, что четыре года – это очень маленький срок, чтобы делать какие-то выводы. Вот такой хит-парад у нас получился. Кто-то скажет, а почему вы не сказали ни слова об агротехнике этих сортов? Ну а что тут говорить? Выбор места и дальнейший уход ничем не отличаются от агротехники любой другой западной туи. Как все туи, они нуждаются в солнечном свете. Почвы от слабокислых до слабощелочных. Не забывайте регулярно поливать в первый год посадки. В дальнейшем следите, чтобы почва всегда была слегка влажной. Как бы экзотически не выглядела туя, она не перестает остаиваться туей западной. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч. Подождите, одну секундочку. Забыла. У нас есть подписчик, который достаточно долгое время просит передать привет своему другу. Я обещала, что в этом ролике я обязательно передам. Это Павел Петров просит придать привет Аманкулу из Таоласа. Я надеюсь, это не какое-то закодированное сообщение и начнется Третья мировая. Надеюсь, один друг передает привет другому другу. Итак, Аманкулу из Таоласа, тебе привет от Павла Петрова. Вот теперь все. Продолжение следует... Аманкулу из Таоласа